МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждого народа есть своя традиционная одежда. В Иордании – никапс. В Японии – кимоно. Филиппинская мода не отстаёт. Здесь тоже есть необычная национальная одежда. Я решил отправиться на поиск чего-то стильного, уникального, ну и, конечно, дешёвого. Что-то этот малон слишком похож на саронг. Вот непонятно, кто у кого стырил. Я недавно был на Шейланке. Так там такие же, по 15 баксов. Купил себе 5 штук. Ну зачем мне ещё? Почти 100 баксов за малонг. Круто, но это почти 100 баксов. Как-то дороговато тут всё. Какие-то одеяла по 400 баксов. Маски. Шляпы. Корзины. Есть всякие штуки с национальными символами. Например, вот такой символ со смешным названием. Линг-линг-о. К тому же, это ещё и амулет. Притягивает удачу. Только зачем мне пресс-попьес Линг-линг-о? Так, что ж здесь есть ещё? Куча плетёных сумочек и рюкзачков. У филиппинских фермеров было два рюкзака. Если светит солнце, если идёт дождь. Вот, чтобы еда не намокла, когда идёт дождь, есть специальный противоводный рюкзак. Оказывается, этот рюкзак сделан из абаки. Это волокно очень прочное, жёсткое и не тонет в воде. Поэтому из абаки часто делают канаты. Так что хоть ныряй с этим водонепроницаемым рюкзаком, хоть работай под дождём, обед уцелеет. Но это ещё не всё. Сейчас я вам покажу полный фермерский дождевой набор. Это и ботан. Незаменимый головной убор для любого жителя острова Ботан. Кстати, тоже из абаки. Остров Ботан – это провинция Филиппина, расположенная на острове Ботанес. Живут там ботаны, а язык, как вы думаете, какой? Тоже ботан. Оказывается, в Ботане почти 365 дней в году идёт дождь. А если солнце – не беда. Вышли, одели, штука защищает от солнца. Точно так же, как и от дождя. Всю жизнь и ботан проводят с и ботаном. А это ещё один вариант и ботана для социопатов. Эх, была не была. Куплю себе и ботан. Такая вещь функциональная. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...